Гильда Ботт – этническая немка. Ее предки оказались в России по приглашению Екатерины Второй. В годы Великой Отечественной войны поволжских немцев переселили в Сибирь. Там в 42-м году, 6 марта, и родилась Гильда Александровна. На ее решение стать учителем повлиял классный руководитель, которого она очень любила. Сейчас фамилию Ботт знают не только в Московской области, но и в России. За годы работы Гильда Александровна внесла большой вклад в развитие образования. Считала, считаю, буду считать, что это общая заслуга всех, кто работал со мной вместе, и в администрации района, и руководителями образовательных, и учитель. Каждый человек, потому что один человек, да, он может какие-то идеи давать, так же, как Гильда Николаевна соглашается, потому что если бы идеи были только у нее, а мы бы были в стороне, то ничего бы из этого тоже не вышло. Поэтому я благодарю всех за участие в моей судьбе. Рабочая неделя началась с радостного события. Юбиляршу поздравил глава района. Он вспомнил о том, какой путь проделала Гильда Александровна, прежде чем получить звание почетного жителя Одинцовского района. 16 поселений единогласно поддержали эту инициативу. Вы занимаете очень активную жизненную гражданскую позицию. Я хотел бы пожелать вам, чтобы вот этот боевой дух у вас, он не иссякал, и вы также активно принимали участие в жизни района, и, может быть, вот в Московской области, куда вас будут приглашать. Спасибо. Различные советы. Вам здоровья, долголетия, силы и, конечно, оптимизма. На день рождения заглянула и бывший министр образования Московской области Лидия Антонова, которая очень много лет знакома с виновницей торжества. Гильда Александровна с теплотой вспоминает о совместных годах работы. Благодаря их труду в Одинцовском районе появились первые школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я помню самое первое впечатление, которое лично у меня вы произвели. Это было совещание, я была начинающим тогда, начальником управления. Я подумала, надо же, какие интересные люди работают в Лидицовском районе. Тогда у нас не было таких возможностей, как сейчас в Московской области. Я приехала и изучала опыт, и всегда мне поражало вас то, что вы были открыты для нового. Марина Захарова тоже присоединилась к поздравлениям. Она подчеркнула, что система образования, созданная много лет назад Гильдой Бот, продолжает жить и действовать. Почему такое трепетное и дорогое отношение у всех, кто так или иначе связан с образованием? Потому что те основы, которые были заложены вами, работают и сегодня дают результат. Поэтому к вашему слову прислушиваются. Поэтому вас всегда рады видеть в общественных советах и в Московской областной думе, в Министерстве образования, в Государственной думе. И что самое важное, ваш опыт, ваш взгляд на те процессы, которые происходят сегодня, для тех, кто работает сегодня, очень важно. Пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина назвала Гильду Александровну своим наставником, который на протяжении долгого времени поддерживает ее и дает ценные советы. Встречались, общались. Мой путь перехода из большого спорта здесь уже в мир политики сложный, непростой. Поэтому я вам за все благодарна и благодарна за ваше участие в моей судьбе и судьбе нашего района. Потому что, вы знаете, время идет, но вы не меняетесь. Редакция нашего телеканала присоединяется к поздравлениям и желает Гильде Александровне всегда оставаться такой же энергичной и идейной. Мы желаем ей долголетия, здоровья и несекаемой энергии. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.